Всем привет, с вами Fullfire, сегодня видео будет посвящено целому игровому режиму, и этот режим называется воздушные реалистичные бои. Когда-то я делал подобный обзор симуляторного режима, где я рассказывал основы и помог многим разобраться с управлением. Ну что ж, теперь пришло время рассмотреть и реалистичные бои. Чем они отличаются от аркадных и симуляторных? По сути, это промежуточное звено между этими двумя режимами. РБ не простой как аркада, но не усложненный как симулятор. В реалистичных боях присутствует уже более реальная физическая модель. То есть самолет летает как настоящий, но есть свои тонкости. К примеру, вам не дадут зайти в штопор из-за того, что есть так называемый инструктор, который просто не позволит вам воспользоваться полными возможностями самолета. Но если вы захотите контролировать самолет самостоятельно, без лишней помощи, то вам уже нужно переходить в симуляторные бои. Однако вернемся к режиму РБ. В отличие от аркады, перезарядка в этом режиме осуществляется только на аэродроме, поэтому количество боекомплекта и топлива у нас ограничено. Также в бою нам дается все же одна жизнь, в отличие от набора симулятов в аркадном и теперешнем СБ. Сложность состоит в том, что вам следует не совершать ошибок в воздушном бою, пытаться выжать и конечно же победить. Законы физики в реалистичных боях с непервычки после аркады могут вас оставить без крыла. И тут уже нужны минимальные знания об авиации. К примеру, самолет Як-1 может разогнаться до 680 км в час. Это его предельно допустимая максимальная скорость, после чего наступает порог флаттера, или проще говоря, разрушение конструкции самолета. Предупреждение о превышении максимальной скорости у вас будет в левом верхнем углу. Это мигающая индикация красного цвета. Также в центре экрана появится дополнительное предупреждение. Максимальная скорость у всех самолетов разная, и поэтому некоторые самолеты могут спокойно пикировать, не боясь ничего сломать, а другие вынуждены выходить из этого маневра. Узнать о максимальной скорости по флаттеру можно несколькими способами. Это банально прочитать статью о самолете, в ней точно указана максимальная допустимая скорость, либо посмотреть на форуме, обычно там есть так называемые паспортные данные, и там уже будет все указано. Либо посмотреть обзор по конкретному самолету на ютубе. К примеру, я в любом случае рассказываю про скорость флаттера. Ну и самый простой вариант – проверить ее самому в пробном вылете. В реалистичном режиме вам придется взлетать с аэродрома, но ничего сложного в этом нет. Просто прибавляете тягу двигателя на 100% и спокойно взлетаете по полосе. Одно из самых значимых и влияющих решений на воздушный бой в этом режиме является климб, или проще говоря набор высоты. Оптимальная скорость климба, так же как и флаттер, вещь индивидуальная, но в большинстве случаев его можно найти вручную. Для этого нужно перейти в виртуальную кабину, по умолчанию это кнопка F2 на клавиатуре. Нажимая ее, перед вами откроется градусная шкала. Вам нужно сделать так, чтобы скорость вашего самолета не опускалась ниже 240 км в час, при этом шел оптимальный набор высоты. Обычно для истребителей этот параметр составляет от 13 до 24 градусов. Так же вам нужно знать про перегрев двигателя. Слева в верхнем углу экрана у вас есть индикация на температуру масла, мотора и в зависимости от типа охлаждения может быть и температура воды. Если какой-то из этих параметров будет красного цвета или еще хуже начнут мигать, то вам придется существенно снизить тягу, чтобы остудить двигатель. Иначе через некоторое время он выйдет у вас из строя. Иногда можно просто отключить форсаж или выставить тягу до 95%. И температура автоматически снизится. Сейчас вы наверное скажете, да тут все нужно учить, столько знать, как вообще воевать в этом юристичном режиме. Но на самом деле все довольно быстро запоминается и сложности в этом нет. И кстати мы переходим к тактике воздушного боя. Их не так много. Первый из них самая простая и понятная. Называется она соколиный удар или бум-зум. Заключается она в следующем. Вы занимаете высоту, находясь над противником, и в дальнейшем пикируете на него, атакуете и возвращаетесь обратно на высоту. Опасность данной тактики состоит в том, что при выходе из атаки вы уязвимы. Если в этот момент появится противник, который будет на одной с вами высоте, то он вас забьет. Следующая тактика это атака на проходах. По сути примерно все так же, как и с бум-зумом. Но есть свои отличия. При атаке на проходах вам больше нужна не высота, а скорость. К примеру, вы увидели большой бой, в котором очень много самолетов, но у вас к сожалению не маневренный истребитель, и вы в этот бой залезть не сможете. Но есть оптимальное решение. Вы, находясь на большой скорости, залетаете в этот бой, выцеливаете противника, стреляете и уходите дальше по направлению вашего полета. То есть просто отходите от боя. Затем, отлетев на значительное расстояние, повторяете свой заход. Это выглядит примерно как идущий поезд по рельсам. Опасность данной тактики состоит в том, что если опять-таки противник будет выше вас, то он сможет вас догнать и, увы, сбить. Еще одна тактика это лобовые атаки. Скажу сразу, она довольно опасна, и шансы на то, что вы окажетесь в целом, не слишком велики. Но если вы все же решились на лобовую, то вам нужно знать пару вещей. Первое, это против какого самолета вы собираетесь идти в лоб. К примеру, у немецкого самолета Fakiewul 190 есть все шансы забрать якобы лобовой. Потому что вооружение в таких делах решает. Одна, даже очень точная пушка против четырех проигрывает. Второе, это как вы будете заходить. Есть лобовая атака со схождением. В этом случае вы помогаете себе рулями направления и идете не прямо на противника, а немного вбок. Либо незавершенная лобовая, то есть вы стреляете с большой дистанции и просто уходите от лобовой, размазанной бочкой или другим маневром. И теперь самое интересное. Маневренный бой. Он является самой сложной, но эффективной тактикой. Для начала вам нужно знать, на что способен ваш самолет. Некоторые истребители просто не могут затяжные маневренные бои и проигрывают из-за своих тактико-технических характеристик. Тут по принципу камень-ножницы-бумага. Яки перекручивают мистер-шмидты, спидфайеры закручивают яки, а Зеро перевираживает их всех вместе взятых. Поэтому еще раз повторюсь, прежде чем лезть в бой, оцените самолет противника, а уже потом придумывайте как его сбить. Самый простой маневр это горизонтальный вираж. Если вы на спидфайеры или Зеро, для вас это лучший вариант. Однако нужно учитывать, что противник может сбросить тягу и попробовать вас пропустить, а в дальнейшем еще и контратаковать. В этом случае у вас есть два варианта. Это сбросить тягу и попробовать удержаться у него на шести, либо уйти на вертикаль и зайти на противника повторно. Если рассматривать немецкую авиацию, то основной боевой истребитель будет БФ-109, а на нем уже тактика будет через вертикальные маневры. Такая тактика как ЙО-ЙО подразумевает атаку с повторным заходом через верх, то есть если противник стоит в вираже, то вы его облетаете сверху. Используя данные тактики, в дальнейшем вы можете научиться их комбинировать, переходя из виража, вертикальный маневр и обратно. Главное при преследовании противника резать угол, выходя на огневую позицию. Также при заходе на вас не давайте противнику возможности попасть по вам. Совершайте резкие маневры. Помогут вам в этом оборонительная тактика в виде сплита. Это когда вы переворачиваете свой самолет на крыло и уходите пикированием вниз. Либо вам поможет размазанная бочка, про которую уже упоминал говоря о лобовых атаках. Делается она как обычная бочка, но при этом вы задействуете еще рули направления. На этом наше обучение подходит к концу. Надеюсь все что я вам сказал в этом видео поможет вам освоиться в режиме реалистичных боев. Но если вы уже давно играете в РБ и это видео ничего вам нового не дало, то советую посмотреть краткий курс по симуляторному режиму. Думаю для вас там найдется много полезной информации. Но если вы заядлый симуляторщик, то добро пожаловать ко мне на стрим. Что насчет выбора лент и сведения для оружия, то тут уже индивидуальный выбор каждого пилота. По настройке управления могу сказать, что я ничего не изменял. Как оно было у меня по умолчанию, так оно и осталось. Единственное что при воздушных боях я задействовал кнопки управления на клавиатуре для более быстрого отвлека самолета. На этом у меня все, спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Я вам желаю легких фрагов и чистого неба над головой.